Законопроект, идея не новая, вы знаете, уже поднимали. Я в 19-м году в сентябре поднимал, но тогда речь шла о том, чтобы создать игровую зону в аэропорте Манас, чтобы никто не пересекал границу, там поиграл, улетел для иностранцев. Несмотря на то, что я приводил примеры, что в Малайзии есть гентинг, не все, конечно, тут многие депутаты меня тогда попросили не инициировать вообще этот законопроект. Это невозмелое действие. Но вот в вашем законопроекте есть кардинальные вещи, которые мне не нравятся. И в целом идея хорошая, сразу скажу. Первое, что мне не нравится, это то, что предлагается этим законом освободить от налогов в игровой зоне. Мне кажется, это абсолютно нельзя делать. Цель-то пополнить бюджет, правильно же? Раз мы такую цель ставим, то, соответственно, налогообложение игровых столов, букмекерской деятельности, любой другой игровой деятельности, она должна происходить именно там, я не знаю, с автомат это будет, со стола будет. То есть налог должен быть и налог должен быть приличным. Это первое. Второй момент, я вообще не понимаю, для чего вы прописываете возможность проведения онлайн-игр, когда есть у нас физическое размещение казино. Вот эти онлайн-игры, они тогда и будут как дыра, как вот знаете, вот в самой же игровой зоне еще одна будет дыра, которая будет позволять уходить от вообще любых каких-либо там налогов или сборов. Я считаю, это тоже из законопроекта надо убрать. И вот третий вопрос. 1200 гектаров, площадью 1200 гектаров написано, да, аэропорта Тамчи, вот здесь можете сказать, 1200 гектаров, где там эти земли найдутся? Там же села, вот я вот как представляю сейчас для себя, сколько я помню. Может я ошибаюсь, но неужели там у нас есть 1200 гектаров свободных? Все? Все вопросы, да? Да, да, да. Газандал Иванович, очень приятно, что вы инициировали в курсе вопросы все правильные. Если есть конкретные по налогообложению предложения, мы же концепцию говорим, вопрос там, если более широко рассматривать, то инвестор, который войдет на наш, ну будем говорить, будет генеральный инвестор, он должен свой бизнес ставить, у него не должно быть всяких там головников, куда ходить, что ходить, будет управляющая компания, которая будет этим заниматься. Но в нашем варианте 40 на 40 процентов прибыли в бюджете остается от любого вида деятельности в закрытой этой зоне. То есть любой вид, там же кроме, да, кроме, 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 кроме игорной деятельности, я бы сказал, игорная деятельность будет в четвертом, пятом очереди. Прежде всего, заработает аэропорт, в этой зоне будут работать отели, рестораны, обменные бюро, все виды услуг. Мы предлагаем сделать это безвизовым зоной, чтобы самолет прилетел, люди, будем говорить, извините меня за выражение, больные этим делом, они пришли, поиграли, улетели, их не интересует. Ну, хорошо, увлеченные, увлеченные. Такая идея, да, и самая главная цель наша, уберечь наших граждан одним пунктом, который я сейчас хочу озвучить, очень важный пункт, наиболее важный. Гражданин, раньше была ответственность человека, который сам пошел, поиграл, утром проиграл, он говорит, ну, проиграл. Я знаю, что гражданин может вернуть свои средства, если нечаянно зашел туда, поиграл. Я это читал законопроект. Ну, а тут в чем, да, если запрет стоит, раз. Ну, раньше было как? Ответственность на человека, который зашел. Сейчас ответственность еще на хозяина и казино, который вынужден будет выплатить. Я вас уверяю, если человек один раз придет и казино ему выплатить, они сами будут беспокоиться, чтобы кыргызы не заходили. Потому что любой кыргызский гражданин из казино выйдет только с выигрышем. Если он выиграл, он ушел, а если проиграл, ему вернут. Ну, кто его будет пускать? Вот такие же. По 1200, скорее всего, это было в общем из стандартных этих, конечно, 1200 гектаров там не будет, конечно. Территория гораздо будет меньше. Но есть с территориями, я вам скажу, другая проблема. Цельного участка там нету. То есть у нас это надо будет с правительством работать. Есть часть... Тогда надо территорию определять, с правительством указать, потому что... Нет, 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 конечно, будет определяться, потому что... А тут написано 1200 гектаров. Нет, 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 да, это да. То есть она должна быть огороженная, закрытая. То есть человек, который, я уже говорю, без визы, но есть же люди, которые захотят выйти, тогда будет наши МИДовские работать, то есть можно визу оформлять. Опять-таки будет услуга эта работать. Так, по онлайн казино... По онлайн казино дайте предложение, посмотрим. Я это дам, хорошо. Где-то, я думаю, зерно есть здесь. Ну вот, смотрите, по налогам, почему я говорю, что лучше их облагать? Я вот объясняю, почему. Налогоблажение должно быть. Мы же идем по тому пути, когда человек хочет вложиться быстро, он хочет просто, четко, ясно. Я согласен, я согласен. Но как раз, когда в налоговом кодексе будет четко, ясно приписано, он будет знать, что вот такую сумму он должен платить. Если вы сейчас доли предлагаете, то здесь инвестор такой нормально не придет, потому что он знает, если какая-нибудь жалоба его там выкинуть, легко будет. И здесь пока самым генеральным инвестором, честно говоря, вот только наш гражданин в Челпанате, который проживает, он может быть генеральным инвестором. Вот пока по этому законопроекту так выходит. Я же извиняюсь. Это мнение ошибочное. Я что хочу сказать. Во главу угла ставим игорный бизнес, и все об этом говорят. Кроме этого, он должен до этого первые шаги сделать, отель построить. Нет, ну вот еще одно предложение к вашему законопроекту. Сейчас я отвечу. А просто помещение поставить, стол и зарабатывать деньги? Нет, мы так не рассматриваем. Название законопроекта почитайте. Я почитал, я понял прекрасно. Да, спасибо. Если вы действительно хотите реально, чтобы наш бюджет заработал, и чтобы это было кыргызским Лас-Вегасом, чтобы это, можно сказать, даже кумтор по платежам переплюнул, да? Сам бог крызам дал некоторые растения, в принципе, которые можно было бы вот как раз на этой зоне легализовать. Я думаю, почему нет? Давайте декриминализируем там вот в этой зоне. Иностранец прилетел, покурил, ну улетел. Поверьте, мы кумтор можем закрыть тогда. Дастан Далвайч, я вам скажу, я готовлюсь. Это второй шаг, это другой законопроект будет, который за рамки будет выходить просто применение, о чем вы говорите. Это большая отрасль, мультипликативный эффект будет. То есть мы должны более шире смотреть. Мы не можем только думать, что вот он, извините меня, как вы сказали, увлеченно будет этим заниматься. У этого продукта гораздо больше применения, даже я бы сказал промышленно, если все глобально смотреть. Нет, промышленно там вообще нет наркотических средств, это там немножко другое. Там есть промышленная конопля, она совершенно другая. Это другой вопрос. Я сейчас про то, что если вы реально хотите вот эту зону оживить, ну вот здесь это растение, оно в самом... Ну, Крыса стесняется, просто на самом деле сам Бог дал это растение, ну, понимаете, природа дала, да, это растение. Ну что теперь делать? Достанов Иванович, совершенно правильно, но я думаю, это тоже отдельным законопроектом можно посмотреть. Ну я дам предложение. Дайте предложение, мы с удовольствием, очень приятно, что вы довольно хорошо знаете этот закон. Спасибо.